Продолжение следует... Свет, и у него в ногах как комок какой-то, как мячик такой, чёрный комочек. Хорошо, силами его намерения этот мячик выходит из рябя поля, летит в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивает этого мячика канал к ответственному, если такого есть, притягивается в клетку-тюрьму. Это чёрт. Хорошо, чёрт. Рад встрече нашей. Подкатил он, она наступила сама в него. Он не в биополе, он не совсем недавно наступил. Ты в доме же находишься, где живёт? Да, портал показывает. Но мы сегодня будем его чистить, поэтому... Хочешь получить негатив, который там находится? В доме, да. Ты один там или ещё есть демон? Или он на земельном участке? Выходит, заходит. Есть портал под землёй из дома на земельный участок. Я понял, с земельным участком я понял. Меня интересует именно в доме. Ты один там находишься или есть там ещё бес или кто-то другой? Демон выходит, заходит, он имеет в виду... А, в дом. В дом заходит, на улицу выходит. Ну, хорошо, я буду тогда с демоном на улице с негативом разбираться. Этот негатив тебе могу отдать. За это ты мне покажешь все порталы, я их закрою. Я тебе открою портал. Сейчас в дом. Ори ты. И после этого ты соберёшь всё, что ты там сам раскидал. И когда я приду, ты мне покажешь... Он много раскидал. Ну, так много вот. Я тебя заранее отпускаю. Всё, что ты раскидал, собрал. После того, как я проверю, я тебе соберу этот негатив. И закроем порталы. Хорошо. Итак, кроме этого чёрного, у тебя есть что-то ещё в биополе? Нет. Ловушки. Хорошо. Под этим чёрной кляксой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая печаты и растворяя. Я даю команду скэнера. На счёт три скэнера скэнера пространства над головой ориты под ногами. 360 градусов вокруг неё. Скэнер скэнерит все семь тонких телоритов, находит всё. В общем, мне уже картинка идёт. Вот этот свет, который вокруг неё. У неё в доме платы гомоноида, не гомоноида, а рептилоида и двух греев. Там есть платы у них. И, в общем, её биополе, она как идёт резонанс такой на эти платы, на эти энергии. И оно идёт этим свечением вокруг неё, как металлический свет. Я понял. Хорошо. Включаем внутренний белый свет орите. 1, 2, 3. И этим светом она выдавливает. Все чужеродные низкоэббрационные патогенные энергии, находящиеся в её биополе. Свет пошёл. Все эти энергии выходят. Весь этот свет и формируется перед ней в шар. Они её держат, вот эти энергии, держат её в напряжении. Она как отторгает их. И они таким ореолом вокруг её тела вышли в шар. Вот так вот. Грязный дом. Хорошо. Открываю воронку в галактическое ядро. Подарим шаром. И он уходит на переработку. Закрывая печатаю. Растворяю. Хорошо, чёрт. Я это открываю. Сейчас я портал в дом. И как договорились. Открывается портал в дом Ариты. 1, 2, 3. Чёрт уходит в этот портал. Дождается нас. Закрывая печатаю. Растворяю. Готово. Давай заправим Ариту энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии. Какая частота вибрации. 350 и 24. На счёт ремакушку головы Ариты начинает поступать 7. Высокоэбрационных потоков по 350%. Каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошёл подъём. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Сейчас мы будем поднимать Лукаса, сына Ариты, в эту комнату диагностики на проверку. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирно-энергетическую копию 12-го, воплощённого на Земле. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстаёт перед тобой в первом с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он вышел. Он как будто кого-то пугает и сам боится закрываться рукой. Он боится того, что в доме. Хорошо. Он видит нас? Тебя? Да, видит. Отлично. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком очистых энергий Абсолюта. Берём Лукаса в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Лукаса поднимайся в комнату диагностики. Пошёл, подъём. Он, кстати, рад видеть. Взаимно. Привет, Става. Рукой помахал. Да, мы на месте. Отлично. Привет, Лукас. Рады тебя видеть снова в нашей комнате диагностики. Ты помнишь нас, да? Сверы? Он помнит, он показывает, что какая-то стена есть, которая ему не нравится. Ну как, это энергия, как стена, которая давит на неё. Она не заходит к нему, но она как шевелится, что он показывает. Давление от неё на него идёт. Он её пугает, эту стену. Это в доме? Разное делает. Ей показывает, да, это в доме. Хорошо, Лукас, не беспокойся. Мы сегодня сразу перейдём после твоей проверки к чистке этого дома. И всё, уберём. Больше там ничего не будет и поставим защиту. Даю команду на счёт риска. Сканирует пространство над головой Лукаса под ногами. 360 градусов вокруг него. Сканирует систем тонких тел Лукаса. Находит всё. Ты знаешь, Лукас чистый. Всё, что у него есть, это волнение, страх. И вот эта плотность вокруг него, которая окружает. То есть там плотная энергия в доме. Там нет чистого свежести. И вот это его окружает. Это мы всё уберём. Не беспокойся. Итак, что у нас? Он чистый? Чистый, да. Отлично. Давай включаем внутренний белый свет Лукасу. И этим светом выдавлятся всё негативное, патогенное, низкоаберационное, находящееся в его биополе. Свет пошёл, энергия выходит, формируется перед ним шар. Страх выходит, тоже летит от шара. Ну вот страх выходит из него, чужеродное, оно как вокруг биополя обрамляет. Тоже вышло всё в шар. И то, что вокруг биополя тоже вышло, да? Всё вышло в шар, да. Отлично. Открывай воронку в галактическое другое. Подадим шаром. Шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Посмотри, сколько энергии нужно Лукасу и какая частота вибрации? 140. И? 12. Ты знаешь, он говорит, что мама ему выдавливает негатив, но он объясняет, что она идёт стандартным путём, а ему нужно, чтобы она расширяла слова, добавляла туда, вокруг него, его не только негатив, но и внутренние переживания, страхи, нервозность, чтобы она всё в этот шар с него выдавливала. Хорошо, Лукас, мы это всё ей передадим. Всё, что она назовёт, безусловно, это очень важно, именно то и работает. Если она что-то не назовёт, соответственно, она не может защитить от этого. Нельзя говорить от всего, от всего нет такого понятия. Тонкая копия, кстати, слышит мама, когда это делает. Хорошо. На счётрю макушку головы Лукаса начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 140% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать, мощность потоков усиливается. Чистота вибраций поднимается до 12 Гц. Пошёл подъём. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь, Лукас? Он нейтрально себя чувствует. Он показывает, что 12 – это минимум, который ему нужен, герц вибраций. Он может и больше, но так он себя чувствует нейтрально, спокойно. Это минимум, который защищает его от тонкого мира, так сказать. А максимум какое? Максимум – это эйфория, радость. И это приходит от чувств. И когда это искреннее, вибрации сами поднимаются, и они до 16 доходят. Отлично. Хорошо. Будем возвращать Лукаса. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Лукаса в его систему «Биоробот душа». Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Квартира дома, вернее, у нас. У нас еще Арита наверху, Вера. Я на месте. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Лукаса в ее систему «Биоробот душа». Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Дом. Лукаса, Рита, ты видела? На счет, Рита, ты стоишь перед входной дверью ее дома. Один, два, три. Да, я здесь. По всему периметру. Все устанавливается в одной из комнат. Пошел процесс. Да, Критка есть. Хорошо. Рептилоид в Агрея. Есть. Синий дракон. Синий дракон. Арахноид. Арахноид. Бес. Бес или черт? Бес. Нет, Бес. Хорошо, я спрашивал, черта, есть там кто-то? Он говорил, демон. Хорошо, еще кто? Черт, три воронки. Здесь какая-то энергия такая серовато-бело-серая, она двигается, как липучка растягивается, как жвачка в разные стороны. Хорошо. Кто объяснит мне, что это за энергия? Это сущь какая-то, она как ходит, растягивается и как на ногах идет одна. Ну, то есть одни ноги передвигаются, меняет форму. Хорошо, Бес, откуда эта сущь взяла здесь? Стал показывать. Из портала сама вышла, да? Да, она передвигается сама. Это из вас? Месточастотная. Три герца у нее. Три герца, понятно. То есть она органическая? Она сущь пол такая. У меня нет сознания. Я понимаю, но она из вашего мира, да? Да. Хорошо, значит, будем тогда на ее чистоту отпускать. Что-нибудь ты оставила в этом доме? Она рассказывает, что такие сущьи, они образовываются от слов, от эмоций, которые выплескиваются в очень сильных человеческих злостей. Они, когда находят друг друга, они скапливаются, скапливаются и потом превращаются, как растут, выращиваются и потом передвигаются сами. Но они не человек, а они как больше из сущей сущности потом превращаются. Какая-то вот такая созданная, собранная между собой, она передвигается, и у него есть такой маленький, ну не назовешь это сознанием, но он передвигается, чтобы жить. Он подпитывается энергиями вот этими злыми и вызывает их. Маленький раздражитель такой по всему дому летает. Хорошо, значит он ничего не оставил, эта сущь в этом доме, кроме своей энергии? Нет. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте этой сущи. Один, два, три. Сущь уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Под тремя воронками открываю воронку в галактическое ядро. И они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Бес. Какой у нас бес, Вера? Восемь. Восьмигерцовая. Выходи, собирай все, что я оставил в этом доме. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Жили не то жили. Это вот так вот ты со мной? Ворчи. Пошел собирать. Ну хорошо. Если ты ворчишь, если ты недоволен нашей встречи, тогда весь негатив с этого дома я отдам черту. Без проблем. Я на тебя не наезжал. А я на тебя тоже не наезжаю. Я лишь сказал, что мы жили не то жили. Правильно. Он показывает, что там много посторонних энергий, оплотненных, разных. И им очень удобно там было. Там много их. Хорошо. Сущностей. Понял. И все места хватало. У этого дома есть свой хозяин, который своим намерением решил его очистить. Я думаю, у всех присутствующих есть понимание к этому акту свободной воли. Да, у всех есть понимание. Он все собрал. Хорошо. Арахноид. Выходи. Собирай всю свою паутину, все свое потомство, которое осталось здесь, в этом доме, на земельном участке, если осталось. Возвращайся назад. Приступай. Здесь без говорит черту, что ты его привел, ты будешь делиться со мной. Не черт привел меня. А я привел черта назад в этот дом. Я ему дал команду. Хозяйка меня привела в этот дом. Этот дом принадлежит ей. Бес. Черт вообще здесь ни при чем. Он просто более кооперативный, чем ты. Арахноид. Собрал у него гаражи очень много. Там вообще очень много везде, где у него было. Он у него потомство. Он привел с собой. Хорошо, Арахноид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Какой у нас синий дракон? Считай цифры над головой. 22, 23. Синий дракон. Что ты установил в этом доме? Платы. Где они стоят? В спальне в основном. Хорошо. Выходи, собирай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся назад, приступая. Вера, где эта стена находится, о которой ребенок говорил? Это рептилоиды в Грея, скорее всего, да? Нет. Это демон. Демон? Стена портал. Демон смотрит оттуда, наблюдает. Хорошо. Ну, мы с ним познакомимся сегодня. Снял все платы. Синий дракон. Я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в этот дом не придешь. Да, это слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. И дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Рептилоиды и два Грея. Что вы установили в этом доме? Не показывает. Там самый верхний этаж, там треугольные какие-то штуки на потолке. Есть. В трех местах. Да. Два из них порталы, один они открывают, там конструкции стоят. Есть конструкции также еще на нижнем этаже, это кухня. Мы с тобой говорили как раз об этих треугольниках. Все в треугольниках. Квартира и это портал. Для Греев и рептилоида. Сколько вы находитесь в этом доме уже? Ну, идет три года. Вы от старых хозяев остались или, насколько я знаю, этот дом был куплен недавно? Или я ошибаюсь? Не интересно, им они там находятся, в этом месте три года. Хорошо, Грей, выходите, собирайтесь, снимайте все, что вы оставили в этом доме, полностью отключайтесь, возвращайтесь, закладывайте о готовности к проверке, приступайте. Если что-то забудете, я сожгу. Мне говорят, что они не спускаются до земных проблем. Куплен, подарен, заменен, арендован, это не их территория. Понятно, хорошо. Они живут параллельно этому. А мы живем параллельно им. Значит, это мы в их мира не ходим, а они в наши ходят. Ошибаешься, у вас есть свой флот, который достигает наших миров. Собрали все. Флот, который достигает ваших миров? Конечно. У землян есть свой флот. Ты имеешь в виду, у землян, которые живут на Земле, они переселенные на другие планеты. Ты об этом говоришь? То есть такие люди, как мы, с верой, да? Военные. Военные. Но я имею в виду, это такие же люди, как мы. Они биологически, у них есть душа. Они биологически, у них есть душа. Понятно. Я слышал об этом. Межгалактическая, какой-то космическая программа или что-то такое. Ты об этом, наверное, сейчас рассказываешь, да? Да, об этом я рассказываю. МГТ называется или что-то такое подобное. Хорошо. Итак, вы все забрали. У меня нет причин вас задерживать. Прошу больше не приходить в этот дом. Вы меня услышали? Ты немного неправильно назвал, но пусть это останется так. Есть внутригалактические, есть межгалактические. Да. Раз ты этого не знаешь, я не буду объяснять. Ну, действительно, я об этом пока не интересовался. Но я знаю, что такие же люди, как мы, живут на других планетах. Мы уже встречались с такими. И есть информация о том, что на Земле где-то порядка около 50 лет, если я не ошибаюсь, существует или 60 даже, программа, которая занимается именно военными, которые готовят для каких-то действий. На других планетах. Вот об этом я читал. Я это читал немножко за фантастику. Но если ты говоришь, что такое имеет право быть, значит, так и есть, я так полагаю. Хорошо, Вера. Давай тогда. Вопросов у них больше нет. У меня тоже к ним вопросов нет. Вы готовы уходить в рептилоиде 2 Гре? Да, готовы. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоида. Один на чистоте Греев. Грей забирает все, что принесли, уходит на свою чистоту. Рептилоид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Бес, ты слышал о какой-то космической программе, которая летает пугать рептилоидов? Или тебя более интересуют земные дела? Слово пугает. Мне нравится. Все, что пугает, это на моей чистоте. Все, что пугает, мне не интересует. А, в этом плане. Хорошо. Так, у нас остался тогда Бес, который все собрал. Черт, ты уже успел все собрать, ничего не забыл? Он показывает, сколько там негатива, и он его ждет. За это он все собрал. Хорошо, черт. Ты мне ни слова не сказал за Бес, а я спрашивал, кто присутствует, и мне только за Демона рассказывал. Я думаю, ты не будешь возражать, если я поделю весь негатив. Самого старшего сказал. Ну, понятно. Я спросил, кто еще есть, я не просил назвать самого старшего. Я спросил, кто там есть. Не хочу на троих делить. А я не собираюсь на Демона делить, он здесь не присутствует. Я делю на двоих. Бес и черт. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Итак, пошли по Туму, показывай мне порталы, я все закрываю и собираю этот негатив, отправляю вас назад. Пошли. Значит, мы внизу. Это туалет. Там слева как... Я знаю, о чем ты говоришь. Там углубление. Дальше углубление проходит. Это как тоннель. Она идет под лестницу и дальше выходит за пределы дома. Это как раз портал, которым демон пользуется. Хорошо. В этом месте, внизу, возле этого туалета, открывая воронку в галактическое ядро, портал, частицы портала, фантом портала, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Пошли дальше. Получается, мы закрываем два портала. Один за домом, другой в доме. Я понял. Хорошо. Готовы? Пошли дальше. Здесь есть стена, на ней круглое зеркало. Да. Это стена-портал. Под этой стеной, внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Дальше. Пол, черно-белый, он имеет свою энергию. Ну, как же бой. По всему периметру черно-белого пола, там, где он находится, открывается внизу воронка в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Он свой цвет потерял. Идем дальше. Камин. Удлинение такое. Камин это, наверное... Да, камин там всегда. Портал, как ни странно. Внизу камина, под ним внизу, открывая воронку в галактическое ядро. Портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Но он вниз устрел, и там где-то закрылся, ниже продолжается, под землей. Хорошо. Значит, еще одна выпуклая стена, она с длинным зеркалом с таким. Зеркало или стена? Большое зеркало и стена, они тоже, оно как внутрь уходит, как туннель. По всему периметру это стены, там где зеркало, откроя воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Мы идем наверх, здесь окно, оно на лестнице находится. Портал? Да. Под этим окном внизу открывай воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Здесь только комнат, он кружит, кружит ванну какой-то, зашел окно. Под этим окном внизу открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Вот эта стена, как раз которая показывает черт, она небольшая, она в какой-то есть вален. Это портал стена. Это портал, через который демон как раз поговорил. Понятно, хорошо. Под этой стеной внизу открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Треугольники эти показывают, это космический портал. Так что мы сейчас закрываем? Треугольники? Мы закрыли стену, и следующее он показывает два треугольника, это порталы и один, как они, портал. Хорошо. Под каждым из этих треугольников внизу открывается воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Порталы, фантомы портала в частицы портала выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. 12 порталов. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. Даю команду на счет рис. Эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Там, знаешь, с нижнего этажа, с гаража, оттуда выходит много уплотненной какой-то застойной энергии. Хорошо. Черт. А почему именно из гаража так много энергии идет? Что там такое было? Хлам. Из-за хлама. Понятно. Хлам надо выбрасывать, тогда будет свежая энергия. Два шара готовы, оба огромные. Под космическим открою воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Делю этот шар на две равные части. Черт, забираешь свою половину? Да, конечно, забираю. И вторая половина идет к бесу. Отправляем по половине каждого шара. Довольно. Готовы уходить? Готовы. Умеешь? Бес, а ты такой неприветливый. Открывается внизу два портала. Один на чистоте, бес, один на чистоте, черта один, два, три. Черт уходит на свою чистоту, забирает все, что принес. И бес уходит на свою чистоту, забирает все, что принес. Закрывай, опечатай, растворяй. Бес сказал, что столько плотного негатива ни в какой магазине не купишь. Абсолютно верно. Готово. Хорошо. И ставь две огненные пентаграммы сверху. Есть. Готово. Мы здесь закончили. На счетре переносимся на земельный участок. Один, два, три. Ты на земельном участке. Да, я здесь. Пусть ему переменальится во дворе. Пошел процесс. Клетка есть здесь. Демон, арахноид, жуки и воронка. Одна воронка? Да, одна. Под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, жуки. Что вы здесь делаете? Копают. Хорошо. Под землей? Близко к земле, да. Ну вот это опасно. Близко к земле. Мы все будем здесь запечатывать. Я сейчас вас отправлю на вашу чистоту. Вы больше не копаетесь здесь, потому что можете повредить себя. Вам это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте этих жуков. Они уходят на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, выходи, забирай всю свою паутину, все потомство, все, что я оставил на этом земельном участке. Возвращайся назад, приступай. Он видит купол на доме, обходит стороной его, оттуда вибрации идут от купола. Вот это будет стоять сейчас на этом земельном участке, поэтому собирай все. Готово. Хорошо, больше сюда не приходи, я все буду здесь закрывать. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. 12. Хорошо, какой у нас демон? 12. Демон, а что ты в дом входил и пугал ребенка? Вот я объясни, я вот не понимаю. Он не пугал, смотрел на него, мне нравилось, как он меня пугал. Показывает, как, да, ребенок, позы разные делал, и может пугать его. Защищался от тебя, да? Да. Но он тебя пугался. Он кривлялся, он говорит, мне нравилось смотреть. Ты уже в курсе, что здесь происходит, поэтому давай, выходи, собирай все свои ловушки, сеточки, все, что ты установил на этом земельном участке. И возвращайся назад. После этого ты мне покажешь все порталы на земельном участке, я их закрою. И если хочешь, я могу тебе собрать весь негатив в дорогу с этого земельного участка. Хочешь, да. Хорошо, приступай. У него там есть какой-то накопитель, как накопитель энергии, он его туда, он как углубление и покрыт сеткой такой темной. И туда он, ну он называет его накопитель энергии, он оттуда сейчас всю энергию забрал, снял эту сетку. Ну там, где люди проходили, скорее всего, или выходили, или заходили, да, перед входом? Да. Хорошо, еще есть что-то? Ну, все снял. Хорошо, пошли по земельному участку, покажи порталы, я их закрываю. Внутри земли углубление округлое. Видишь его? Да. Внизу, в этом месте, открою воронку в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Есть еще одно вертикальное место, оно не портал пока, но оно волнительное на участке. В этом месте, внизу, открывается воронка в галактическое ядро, портал, фантом портала, частицы портала на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Все, готово, больше нет. Хорошо, два портала, мы их закрыли. Возвращаемся к клетке, даю команду на четыре. Высли чувств. Пошел процесс. Ну, шары небольшие сформировались, и даже космические побольше, потому что демон себе вот в эту ловушку все забирал, что можно было. Понятно. Хорошо. Под космическим открою воронку, в галактическое дрон уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Второй шар забираешь, демон? Конечно. Отправляю демона. Готов. Готов уходить. Хорошо. Открывается внизу портал. Против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова у нас собачка еще. Мы ее сюда притянем. На четыре перед тобой появляется тонкая копия собачки Лилы. Один, два, три. Лила стоит перед нами. Лила лапки поднимает кверху и показывает, что она очень короткие у нее лапки, и она попадает во все ловушки арахноидов и низких демонов чертей. То есть все сетки, как бы она их ни поднимала, она не может их перепрыгнуть, и это неприятно. Хорошо, Лила. Мы полностью уже закрыли все порталы. Сеток больше нет. Интерферентов тоже больше нет. Сейчас я тебя почищу, заправлю энергиями, и все будет хорошо. Включаем внутренний белый свет собачки. Один, два, три. Этим светом выдавливает из себя все негативная патогена низкоабрационная, находящаяся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, есть шарик. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, опечатая, растворяя. И, я считаю, до трех в макушку головы Лилы начинает поступать необходимое ей количество собачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет ее. И поднимаем частоту ее вибрации до комфортного уровня Лилы. Пошел процесс. Она как-то трясет шерсть, наполнилась и отрягивается. Отлично. Хорошо. Довольна всем? Она всем довольна, но она хочет напомнить, что у нее маленькие ножки, и ей нельзя ходить на большие расстояния. И еще ей жарко. Хорошо. Так, ей жарко. И что можно сделать? Водой ее поливать или как? Или охлаждать? Нет, она просто ставит в известность, что ей жарко сейчас. Ну, конечно, с такой шубкой в такую жару. Конечно, жарко. Хорошо, мы это все передарим Лиле. И будем тебя сейчас возвращать. Возвращаем тонкую копию Лилы в ее систему Биоробот Душа. Она синхронизируется, гармонизируется с Биороботом на всех уровнях. Вот она. Возвращаемся на земельный участок и даю команду. Есть. Хорошо, мы закончили. Отключаемся от земельного участка. Все уроки. Продолжение следует...